Научная библиотека Томского государственного университета Одна из крупнейших вузовских библиотек России Здесь хранятся и настоящие книжные древности Некоторые из которых датируются XII веком Рукописные книги и первенцы книгопечатания Коллекцию библиотеки составляют ценнейшие книжные собрания Князя Голицына, поэта Жуковского, графа Строганова И первые издания произведений Пушкина, Герцена, Грибоедова, Чернышевского, Гоголя Французский философ Рене Декарт утверждал, что чтение хороших книг Это как разговор с самыми лучшими людьми прошлых веков Открывающиеся здесь ежегодные книжные выставки Бесспорно таят в себе уникальные возможности подобных разговоров Подтверждение этому начавшая свою работу несколько дней назад Выставка книг с дарственными надписями и автографами Известных российских писателей, деятелей культуры и науки Мне кажется, настало время показать вот именно книги с дарственными надписями С автографами Автографы могут быть разные, конечно, от конкретного автора Иногда от переводчика, от издателя Или просто человек захотел подарить кому-то другому свою книгу И вот эту задачу мы поставили вот в нашей выставке Да, мы ее так и назвали «Искусство дарить книге» Потому что книга вообще, как говорит латинское изречение И книга имеет свою судьбу Вот эти надписи, которые они оставляют там Они дают возможность раскрыть вот эти уникальные взаимоотношения Которых иногда можно не получить из других источников И мы хотели показать, как дарили книги в начале XIX века В середине, в начале века и в конце нашего века Если мы посмотрим, например, на книгу Книги, подаренные, вот, например, князю Сергею Михайловичу Голицыну Библиотека которого хранится у нас Автор, его известный врач Христиан фон Оппель, он пишет «Его сиятельству господину тайному советнику Действительному камергеру Почетному опеку и кавалеру Князю Сергею Михайловичу Голицыну Знак совершенного высокопочитания и преданности от сочинителя» Даже сложно вообще выговорить вот эти высокопарные такие выражения, слова Но торжественно Но торжественно, потому что это все-таки князь, а у нас его сочинитель И вот очень часто вот мы наблюдаем в первых книгах В книгах вот начала XIX века Именно вот такие вот фразы, что подписывает просто сочинитель Он ниже по рангу, потому что это все-таки князь или граф такой вот А вот интересная надпись, надпись оставил, например, на своем сочинении Известный врач Матвей Мудров Припостеннейшему моему учителю и другу Петру Андреевичу Загорскому Милостому государю от сочинителя Книга подарена была в 1815 году Через год после того, как она была издана Ну вот интерес, конечно, представляют для нас книги с автографами наиболее известных Вот вы говорили, да, у нас есть первые прижизненные издания знаменитых русских писателей Ну это нам повезло, как говорится, судьба распорядилась так, что в наш фонд библиотеки Когда еще только она формировалась Василий Маркович в Слоринске постарался привлечь как можно большое количество личных книжных собраний И отсюда мы получили библиотеку Василия Андреевича Жуковского Библиотеку Александра Васильевича Никитенко Библиотеку графа Петра Андреевича Валуева и ряд других И вот наша коллекция вообще, книг с автографами, она достаточно большая В библиотеке Александра Васильевича Никитенко имеется прижизненное издание Жуковского И вот напечатанная книга, имеется, это его «Ундина» Старинная повесть, как написано здесь в послесловии Цензором этой книги был Александр Васильевич Никитенко Который, рассмотрев ее с точки зрения до правил цензуры, разрешил ее к изданию Она была издана в 1835 году И здесь написано просто и очень лаконично Александру Васильевичу Никитенко от автора Надо сказать, что Никитенко прекрасно был знаком с Жуковским И можно напомнить, что именно Никитенко как цензора пригласили Когда Жуковский стал готовить первое посмертное собрание сочинений Пушкина И цензором этого всего собрания был приглашен именно Александр Васильевич Никитенко Автограф Гоголя у нас в нашей библиотеке имеется в трех даже вариантах Во-первых, это его комедия «Ревизор», первое ее издание, которое он подарил Александру Васильевичу Никитенко С которым очень хорошо был знаком На «Ревизоре» просто стал Александру Васильевичу Никитенко Гоголь Есть еще такой очень интересный, на мой взгляд, автограф, который Гоголь написал на «Арабесках» Это первое издание его разных сочинений, которые он назвал «Арабески» И вот на первой части Николай Васильевич Гоголь написал «Земляку и сослуживцу Александру Васильевичу Никитенку от искренне почитающего Гоголя» Никитенку даже? Даже Никитенку, да Вот она, надо сказать, что сейчас приведена в очень хороший вид Это благодаря нашим реставраторам, которые, в общем-то, восстановили первоначальный вид этого уникального вообще-то издания Да еще с таким автографом Ну вот у меня как раз в руках книга с автографом Александра Ивановича Герцена Это письма об изучении природы Искандера Под это псевдоним его, под которым он опубликовал в России свою знаменитую работу Она была опубликована в отечественных записках в 1945-1946 году В 1946 году Герцен приехал в Петербург Встретился как раз с Александром Васильевичем Никитенко Который, в общем-то, очень хорошо, кстати, отзывался в своем дневнике об Александре Ивановиче Герцене И вот он, видимо, в честь вот этого знакомства Герцен подарил отдельные оттиски, которые собрал в переплет Вот, видимо, переплет был сделан как раз по заказу Александра Ивановича И написал Александру Васильевичу Никитенко Знак искреннего уважения от Герцена 1846 октябрь И после этого он уезжает за границу И там начинается его подпольная деятельность Все произведения Герцена были запрещены У нас в библиотеке есть отдельное издание Книги, письма об изучении природы Но ввиду того, что Герцен уже жил за границей Она была вообще запрещена к распространению в России Вошла в списки запрещенных книг На втором автографе Это автограф уже Чернышевского Это его знаменитая диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» Была она издана в 1855 году И он сделан на ней Тоже, вы видите, переплет сделан по заказу Самого автора И книгу он подарил Александру Васильевичу Никитенко Знак глубокого уважения от его ученика И почему такая надпись? Вот известный исследователь литературы Авет Рейснер Он очень удивился, когда узнал о нашем автографе Почему Чернышевский Именно Никитенко называет своим учителем Почему не Срезневского? Но, вообще-то, интересный сюжет оказался в том, что Написав свою диссертацию Именно Никитенко первому Чернышевский принес свою диссертацию Чтобы он посмотрел не только как профессор И будущий оппонент его на защите этой диссертации Но и как цензор И Никитенко написал, что ничего предусудительного в ней нет И поэтому состоялась вот такая защита Этой знаменитой диссертации Чернышевского Напомним всем, кто нас сейчас смотрит Что выставка, о которой идет речь Названная ее организаторами Искусство дарить книги А что же такое искусство дарить книги? Ответ на этот вопрос мы попытались получить у тех Кто в день открытия выставки Оказался среди первых ее посетителей На мой взгляд, искусство дарить книгу Это умение, как в зерне Подарить будущий росток Будущее растение, будущее дерево Передать в этом зерне чувства свои к человеку Поделиться своими размышлениями И самое главное, передать весь то богатство душевное Что сокрыто в тебе другому человеку Через надпись, через автограф Это, наверное, подарить тот мир, который отразился в этой книге А это история всего человечества А каждый человек выбирает в этой истории то, что ему близко, дорого И то, что он больше всего ценит Это значит, мы дарим то, что мы больше всего ценим в этой жизни Во-первых, книга один из самых дорогих подарков Во-вторых, дарит их обычно людям близким Которых знаешь хорошо, знаешь их вкусы Это всегда должна быть духовная близость, понимание И случайности здесь быть не может И когда я дарю книгу Я всегда стараюсь как-то из содержания книги Вытянуть что-то для меня важное Что я посылаю этому человеку Ну, честно говоря, что такое искусство дарить книгу Я не знаю, но так вышло, что Ну, я сейчас понял, что всю жизнь я почти только книги людям и дарю Вот, и как-то так вышло, что, наверное, я еще и дружу только с теми людьми, которым можно книгу подарить Потому что не всем можно подарить книгу Дарение книг – жест наибольшего уважения к человеку И вот, когда мы, получается, дарим книги Мы тем самым дарим что-то очень сокровенное и очень глубокое С книгой отдаешь частичку своего сердца, своей души, своей любви Но вернемся к автографам Я выбрала несколько книг из библиотеки нашего земляка, сибирского писателя Георгия Макеевича Маркова Он взгляд очень интересный написала Юлия Друнина на книге, которую она подарила писателю Георгия Макеевича Маркова от одного из солдат войска литературного, 1984 год Образ вырисовывается, да, как прошедшая Великую Отечественную войну Вот у нее даже в этом есть такой вот какой-то оттенок Ну или интересный тоже автограф оставил на своей книге Расул Гамзатов Он пишет дорогому Георгию Макеевичу Маркову истинному прозаику Сибири от начинающего прозаика Дагестана Скромно, но возможно, что это одна из первых его именно прозаических книг И, на мой взгляд, еще интересно написал, свой автограф оставил Юрий Трифонов Он пишет дорогой Георгий Макеевич, примите с благодарностью книгу, с появлением которой и вы причастнее Тружески и сердечно Юрий Трифонов Вот такие автографы уже советских писателей Но мне хотелось еще остановиться на таком сюжете, как книги, подаренные непосредственно библиотеке Это уже не из каких-то книжных собраний, именно автор, понимая значение и, так сказать, богатство нашего университетской библиотеки Многие из них бывали в нашей библиотеке, проводили свои поэтические вечера или встречи с писателями были многочисленные И они, как в память об этих событиях, дарили свое произведение в нашу библиотеку Научной библиотеке Томского университета в память об организованной 13 мая 1970 года встречи с замечательной молодежью Эту надпись оставил фантаст Александр Казанцев Несколько книг с его автографом у нас хранится Но все-таки хотел еще один автограф вам показать, который, на мой взгляд, очень тоже как-то отражает вот суть, что ли, вот этих дарственных надписей Действительно, краткая она такая, но очень насыщенная Ее оставил на своей книге Виктор Астафьев, это его повесть «Последний поклон» Изданная она была в Перми в 1968 году, и он пишет «Самую дорогую мне книгу, дорогим сибирикам от сибирика» Виктор Астафьев Но что интереснее, что на книге наших почетных гостей Виктор Астафьев оставил очень интересную, любопытную надпись Он пишет «Пока живы такие храмы книг, мы не скоро одичаем, хотя и стремимся к этому» Я думаю, что вот эта наша выставка, это попытка соприкоснуться с теми микрописьмами, которые сохранились на книгах Которые передают нам свое очарование, свое время, свои встречи людей, которые жили в далекое от нас время и в близкое от нас время Мы позволили себе продолжить разговор об искусстве дарения книг с несколькими хорошо нам знакомыми томичами Безгранично преданными книге и искусству чтения Я, как правило, получаю книги от своих коллег в подарок, которые издаются в течение нескольких последних лет И, конечно, в этих надписях мне очень ценно вот это отношение, которое складывается между мной и автором этой книги Вот то чувство, может быть, привязанности, благодарности, чувство каких-то общих проблем, над которыми мы вместе думаем Вот это так или иначе как-то присутствует в этих надписях, в тех книгах, которые я получила последние, может быть, несколько, пять или семь лет тому назад Конечно, когда мы дарим книгу, мы живем какой-то такой синхронной жизнью с тем человеком, которому мы дарим эту книгу И для кого-то это может быть, ну, допустим, Ханзен Лёвый, современный исследователь литературы Серебряного века Для кого-то это может быть таким подарком Дмитрий Быков серии «Жизнь замечательных людей» о Пастернаке Или Людмиле Сараскина, допустим, о Достоевском или о Чехове Другим, конечно, больше нравятся стихи Женщина, конечно, любит вот эту... Поэзию Да, поэзию И вот это как бы умение, ну, как бы почувствовать вот эту внутреннюю потребность этого человека Наверное, делает такой подарок для него очень желанным Я знаю, что некоторые любят очень импрессионистов И вот попытка подарить альбом репродукции того или иного художника И в том числе импрессионистов тоже Это вот, ну, дар, может быть, какой-то неожиданный То, что делает человек, ну, может быть, на несколько дней счастливым, когда он знакомится с этой книгой Если бы не было подарков книг кому-то, особенно известным людям Мы очень много бы не знали из истории Вот я книге, не то чтобы большой собиратель Но если я вижу старую книгу с дарственной надписи Профессору такому-то, от студентки или студента такому-то В день какой-то там праздничный или юбилейный То это уже сразу человека как-то возбуждает, заинтересовывает Кто был этот профессор, кто это была восторженная студентка или студент Поэтому я, когда дарю книгу, я стараюсь ее всегда подписать И, естественно, я выбираю книгу человеку, которому я ее дарю Чем он интересуется? И еще второе Я дарю книгу и ту, которая мне особенно нравится И пусть он ее прочтет Может, она его тоже заинтересует И он будет с этой книгой дальше жить Вот у меня достаточно большая библиотека старых книг Я их покупал, выменивал, собирал и так далее Я всегда старался найти книгу с автографом, с дарственной надписью Даже с простым штампом библиотеки Чтобы знать, как она сегодня из прошлого века попала к нам в руки Вот есть книга, которую отец привез с фронта Эта книга подарена не кому-нибудь, а Францу Иосифу Фотографом, который составил фотографии красивых женщин То есть книга называется «О красоте женщин» И подарена императора Интересно, но очень интересно И у меня бывали случаи, когда мне дарили книги авторы Очень известные Один из таких авторов – это Влад Шалыч Акуджава В 90-м году со мной в Москве приключилась очень грустная история Но это не имеет значения И чтобы успокоиться, я шел переулками рядом с Новодевичьим монастырем Это очень такие старинные, тихие переулки Дома были в это время почему-то все заколоченные Шел тотальный ремонт и распродажа этих старых дворянских усадьб И чтобы успокоиться, я запел «Живописцы, окуните ваши кисти» Я очень люблю эту песню И шел и горланил во все горло Сворачиваюсь за угол И передо мной стоит Влад Шалыч Влад Шалыч, а вы-то как здесь И от растерянности полез в свой портфель Доставать свой автореферат, докторская диссертация Чтобы он на нем расписался Он рассмеялся и говорит Ну что я буду расписываться на твоем автореферате Давай немножко пройдем Я ничего не понимаю С ним пошел за другой угол заворачиваем Смотрим, стоит его «Жигуленок» 11 модель Он открывает капот Достает из багажника пачку книг Достает одну книгу Вот эту книгу Подписывает мне ее Ну а дальше у нас с ним состоялся разговор О всем, о политике, о поэзии Ну и так мы расстались Я расстался С Влад Шалычем Книга у меня в руках И здесь очень теплая надпись В подарок Вове Шипулину В память о случайной встрече в Москве Проходит три года Влад Шалыч со своим сыном у нас С концертом в большом концертном зале И я к нему пришел с этой книгой Показал, что вот Мы с ним знакомы Три года уже Лариса, каким вам видится Содержание дарственных надписей на книгах? Первое, что скажу, что я сама Дарственные надписи на книгах Никогда не делаю Если мне хочется И если мне есть что добавить к этой книге Я лучше напишу где-нибудь на открытке Еще лучше на такие, знаете, сейчас красивые Закладки для книг Очень разные продаются Вот и слова как бы мои дошли И книга не испорчена По поводу дарственных надписей Я, наверное, полное право признаю За авторами, за писателями Вот люди, которые пусть пишут Что они хотят дарить эти книги Кому они хотят? Хотя и к ним, наверное, можно Знаете, с чем придраться? Это дарственная надпись Должна быть не менее талантливой Я думаю, чем книга сама А это какой-то такой особый дар Сформулировать очень кратко Очень емко, правильно Так, чтобы человеку и понравилось И запомнилось И куда-то в точку попало Там и в голову, и в сердце Я вот думала над вашим вопросом И думаю, кто написал так? Кто подписал так? Чтоб мы знали все Знаете, кто? Василий Андреевич Жуковский Который Пушкину написал Вот это победителю ученику От побежденного учителя Вот Вот талант у человека Четыре слова Как написал, мы 300 лет все наизусть знаем Он, правда, портрет подписал Но это не важно Важно, что Он мог и книгу свою так же подписать Здрасте Вот Из наших современников Кто умел подписывать Это Григорий Горин Вот подписывал человек Свои сценарии И талант Ну, такого уровня Что и Подпись на сценарии Не менее талантливая И Знаете, как он написал На каком-то сценарии Олегу Янковскому Он написал Ты так талантливо молчишь, Олег Что молча Глушишь всех коллег Там коллег с Г на конце Да Вот не нам написано А и нам приятно И нам запомнится Ты прочитаешь Один раз уже не забудешь Вот Но это гении Нам куда с ним равняться-то Что еще по поводу надписей На книгах могу сказать Бывают такие надписи Мне кажется Такие терапевтические Как лекарства Но это когда человек знает Кому он дарит свою книгу И знает, наверное, что человеку Поможет эта книга Может быть, какой-то непростой период в жизни Преодолеть что-то там в себе Пересмотреть Где-то мне попалась такая надпись Не знаю даже, кто написал Написано было Отпусти судьбу И хочется так додумать Что человек, получив такую книгу С такой надписью Ну, наверное, как-то Задумался Может быть, действительно Какие-то вещи в себе там Перешерстил И кого-то простил И что-то отпустил И к чему-то стал легче относиться Может быть, как-то Какому-то потоку жизни доверился Может быть, человеку это помогло Но это так Мои домыслы Что еще пишут, я думала Пишут Часто в свои жизненные кредо Ну, как бы, такие Красивые фразы Которые, ну На любой день недели На любое настроение Что-нибудь на вроде Умейте радоваться каждому дню Ну, хорошая фраза Нам с вами И всем остальным Тоже пригодится А если еще Книга помогает этому Каждому дню радоваться Ну, совсем хорошо Никаких претензий К таким надписям Но сама, тем не менее Подписывать книги Так и не буду И вообще считаю, что Дарить книги Нужно только близким людям Либо людям С которыми ты очень хотела бы сблизиться Потому что Есть смысл книгу дарить Когда ты ее хорошо знаешь Понимаешь, тонко чувствуешь Ну, как-то соотносишь себя с ней Ты с ней созвучен И тогда ты вместе с книгой Даришь такую Ну, дверцу внутрь себя И это такой Риск Ты предлагаешь человеку Стать ближе сюда Заглянуть, да И как-то откликнуться на это Поэтому, если у вас нет желания Сближаться с кем-то Открывать себя И вот так Не знаю, рисковать В каком-то смысле То лучше дарить не книгу А придумать какой-нибудь другой подарок Заканчивая нашу программу Мы еще раз зайдем В святая святых Научной библиотеки Томского государственного университета Это воистину Территория прекрасного И таинственного Здесь властвует Особая атмосфера В которой каждый, кажется Может услышать Отзвуки голосов Самых разных эпох И времен По образному выражению Великого Виктора Гюго Это муравейник умов Это улей Куда золотистые пчелы Воображения Приносят свой мед А нам, живущим сегодня Остается только почувствовать Его божественный вкус Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok